Эфир продолжит программа Курс дня. Мой коллега Даньяр Даутов расскажет о новостях в мире экономики. Здравствуйте в студии Даньяр Даутов. В этом выпуске по традиции свежий обзор деловых новостей, который для вас подготовила наша команда. Даньяр Даутов. Даньяр Даутов будет на уровне 3,5%, а в корридоре от 3,5-4%, что в принципе совпадает с прогнозами большинства банков развития. И я думаю, что для Казахстана складываются благоприятные факторы, как внешнеэкономические, так и внутри. То есть ресурсы дорожают. У нас открываются новые возможности для торговых операций, которые в принципе сейчас совершаются. Устойчивая динамика роста наблюдается в реальном секторе экономики Казахстана. В разрезе отраслей лидирует легкая промышленность, машиностроение и фармацевтика. С начала года увеличились объемы производства металлических изделий, продуктов питания и минеральной продукции. В сфере услуг положительную динамику зафиксировали в секторе информации и связи, транспорте и торговле. На 10% за два месяца увеличилось производство продуктов питания в Казахстане. Объем валовой продукции и животноводства за указанный период увеличился на 0,9% и составил 3 трлн 600 миллиардов тенге. Мы говядины производим больше 500 тысяч тонн, что-то около 200 тысяч тонн баранины и 200 тысяч тонн конины. Мясо птицы тоже около 200 тысяч тонн. Единственное, у нас есть импорт мяса птицы, это карачка. Остальные виды мяса в принципе более 85% покрываются, даже где-то и 100, и 110% покрывают собственное потребление. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас рядом есть огромные рынки, традиционные, там Узбекистан, Кыргызстан, Россия, которые нужно снабжать, обеспечить мясо, используя тот объем потенциала, который у нас есть, это пастбище наши, кормопроизводство, наши фермеры, которые могут увеличивать свое поголовье. Вот это нужно, конечно, использовать. В первую очередь экспорт это является драйвером. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Европейская комиссия расширит список предприятий из Казахстана, обладающих правом экспортировать рыбную продукцию на территорию стран Союза. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства. В реестр ЕС пока занесено 17 отечественных компаний. Отмечу, что ранее Европейская комиссия проводила аудит казахстанских производителей рыбной продукции. Предприниматели сообщили, что выполнили все рекомендации. Также обсуждается экспорт меда на европейский рынок. Собственный капитал казахстанских банков увеличился на 2,8% за месяц, достигнув 6 трлн 100 млрд тенге. Как отметили в Национальном банке, данные по ликвидности позволяют сказать об устойчивости финансовой системы Казахстана. Напомним, что величина собственного капитала показывает устойчивость и надежность, способность финн-института противостоять любым внешним факторам. И в завершении выпуска можно познакомиться с актуальным курсом валют. Данные прямо сейчас появятся на ваших экранах. Далее следуют итоги торгов на казахстанской фондовой бирже. На этом я завершаю свой обзор. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok